Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Пишем ему смс. Номер Андрея у нас сохранен, мы не можем его удалить или заблокировать. Дети пишут письма, мы считаем, что папа рядом, незримо. Андрей сказал, что всегда будет с нами, будет нашим ангелом-хранителем. И мы стараемся не подвести нашего папу, говорит вдова Павленко в программе Андрей Малахов прямой эфир. Они познакомились в Краснодаре в военном госпитале. Вечером после смены он зашел, помогал мне во всем, объяснял. Через год мы поженились, но скрывали отношения от коллектива. В тот момент мы ни о чем не думали, просто стали жить вместе, вспоминает Анна. Вдова благодарна тем, кто пишет ей в социальных сетях слова поддержки. У меня нет мечты, но есть цель, каждый день я стараюсь провести с пользой. И дети мне очень помогают, едва сдерживая слезы, говорит Анна. Андрей, по словам жены, был очень сильным человеком. Когда он сообщил ей, что у него рак, то сразу обозначил, у них есть два года. Супруги, преодолевая боль, готовили детей к тому, что скоро папы не станет. Софа и Кристина в самые сложные моменты были рядом, делится женщина. Младшему сыну, которому нет еще и трех лет, она сказала, что папа улетел на небо. Малыш знает, как зовут отца и помнит его. Павленко завещала ему свои часы. Анна должна передать их мальчику, когда тому исполнится 14 лет. А вместе с ними записку, написанную отцом. Дочкам тоже перешли некоторые вещи из папиного гардероба. Софа пользуется отцовскими духами, также носит его военную форму, отмечает вдова-хирурга. К слову, Софа надеется оправдать ожидания отца. Она очень жалеет, что они так мало времени провели вместе. Жизнь разделилась на до и после. Первого января мама с папой обвенчались. Папа тогда уже лежал, не мог ходить, не мог встать. Мама плакала. Он ее успокаивал, гладил по голове и говорил, что все прекрасно и хорошо. Я говорила ему, папа, не вздумай умирать. Ты еще на выпускном будешь со мной танцевать. Как же жизнь все-таки несправедлива. Делится эмоциями девочка. Анна предполагала, что муж может уйти в период новогодних праздников и обсуждала с ним этот момент. Он мне говорит, не переживай, без пафоса, без ничего, оформляй на следующий день. Мы сделали так, как он хотел. Сами помыли и одели его. Софа держалась молодцом. Она вязала папе галстук, потому что я не умею, вспоминает многодетная мама. Анна рассказала, что муж приходил к ней во сне на девятый и сороковой день. У меня словно какое-то сумасшествие было. Я не ела, не пила, постоянно куда-то бегала, делала дела. Максимально загружала себя. На девятый день, ложась спать, я сказала ему. Я так устала, Андрюх. Можно я к тебе завтра не прийду, а десятого прийду? Он мне приснился и сказал, что соскучился. И я, отбросив все дела, пошла на кладбище. Делилась вдова. А еще она призналась, что в могиле Андрея оставлено место и для нее. После смерти Анна хочет лежать рядом с любимым человеком. Не знаю, как жизнь повернется, но мне кажется, что замуж я не выйду. «Моя жизнь в детях», — говорит женщина. «На сне, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю».